здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях директор центральной библиотеки имени сергея есенина городского округа люберцы евгения ерченкова здравствуйте евгения ну мне кажется что летом конечно же при всем желании библиотека работают люди приходят но их наверное не так много потому что летом хочется куда-нибудь уехать или просто отдохнуть погулять по городу а вот осень зима когда многим становится грустно людям там ну зрелого возраста или например школьников до которым ставят какие-то задачи они как раз идут к вам но помимо традиционной библиотечной жизни есть еще и план мероприятий безусловно чем сегодня живет библиотека носящая гордо имя сергея 7 есенинка есенинка но есенинка на сегодняшний день включает в себя все библиотеки городского округа их у нас 11 и все мы теперь дружно живем в едином неком формате который включает себя не только традиционное библиотечное обслуживание но и новые формы новые формы да в том числе мероприятия которые раньше в библиотеках не делали вот теперь у нас совершенно спокойно проходят у нас есть и вокальные студии и танцевальные вот мы сейчас об этом поговорим потому что мы здесь в программе открытый диалог говорим на самые разные темы и на серьезные экономические на образовательные и очень часто уделяем внимание именно как ни странно занятости населения назовем это так и если раньше библиотека как это давно когда все мы были совсем маленькие она все-таки была таким элементом развлечения и возможности проведения но просто досуга пришел почитал потому что у кого-то не денег купить книгу или кстати книги были в таком дефиците сейчас говорят опять будет какое-то очередное удорожание этого вот объекта нашей жизни и поэтому многие наверное будут все таки пользоваться вашими услугами но действительно последнее время это тут то там и видим что вот эти новые формы когда даже библиотечное пространство позволяет вплоть до театральных постановок делать то есть это все зависит наверное театральной студии 1 у нас тоже библиотеки и мне кажется что ведь это же замечательно потому что сам опять же вспоминаю когда первый раз пришел библиотеку нас еще были так тогда ввели чуть ли не библиотека в доме такая была у нас история помимо было модное это и я помню этот вот запах этот неожиданная какая-то такая вот атмосфера какого-то погружения и поэтому хорошо когда люди получают еще одну вас еще одну площадку до для возможностей я знаю что у вас сейчас идет фестиваль совершенно верно вот что это за это наш традиционный фестиваль при библиотеке у нас существует очень много разных клубов клубных формирований творческих объединений в том числе у нас есть клуб авторской песни кап-кап достаточно известный то есть это не только какое-то местное сообщество то есть он известен по москве московской области и близлежащие регионы потому что члены нашего клуба то есть они входят вот и на грушинский фестиваль ездит ему то есть да да то есть внешне известный да присутствует и вот в есенинке мы традиционно каждый год проводим наш люберфест всю неделю у нас понедельника по пятницу идут творческие мастерские то есть для участников мы абсолютно безвозмездно наши ведущие как раз вот эти вот барда специалисты они рассказывают как держаться на сцене как себя презентовать продюсерская работа да 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 как говорить как улыбаться когда кланяться когда не кладется то есть вот это вот чистота речи да лучше мусорных слов там конец не было то есть вот такая вот идет работа плюс дают какие-то мастерские именно по исполнительскому мастерству то есть опять же как работать с микрофоном как работать с гитарой что-то такое в субботу непосредственно сам конкурсный день и воскресенье мы даем гала-концерт где выступают как бы победители и все наши топовые ведущие но а вот публика как посещает приходят поддерживаю в реке очень много и в этом году мы ожидаем порядка 300 человек да то где же их всех разместить и но они перемещают но у нас большая библиотека то есть мы сейчас сделали опять же к локации реформатирование библиотеки да то есть мы сделали хороший концертный зал на месте читального зала так как он к сожалению как вот именно читальный зал в настоящее время не очень востребован поэтому мы сделали там такой некой медийное пространство там у нас и театральные постановки идут мы купили профессиональный звук профессиональный свет то есть у вас будет да то есть мы да сейчас есть даже такое понятие вот как новые медиа она называется да где имеется информационная как бы составляющая но то что чем мы живем новости до интерактивность то что востребовано сегодня но наши мобильные телефоны и просто наша интерактивность мы все знаем да раньше только афишу где-то увидишь и потом забыла думаешь где когда не надо никуда возвращаться залез в интернет посмотрел но и к тому же так утверждают специалисты вот в нашей электронной жизни все в итоге сводится к чему к медиа искусству то есть даже новость превращается постепенно медиа искусство а как же не никак не библиотеки когда искусство вокруг да книги и так далее там все сюжеты там все конфликты там все страсти киа драматургия драматургия и поэтому там очень логично когда проходят поэтические вечера на вечера насколько это возможно танцевальные просто встречи обсуждения чего-либо и так далее и это кстати прообраз на мой взгляд такого тоже электронного существования потому что есть возможность каких-то онлайн трансляции чем у нас пандемия тоже научила совершенно верно мы научились тоже монтажу но телевизионного делать ролик поэтому вы потихонечку занимаетесь медиа искусства с помощью и участников и тех людей которые в этом заинтересованы но я так понимаю что и в связи с этим связи даже с такой небольшой реконструкции чисто зальной вас еще и появятся новые потом какие-то проекты и они есть и программа расписано вы же план какой-то принимаете да на мероприятие порядка 120 мероприятий в месяц проходит 120 мероприятий в месяц это при каждой библиотеке это при учете того что 30 дней в месяц как же вы успеваете это порядка пяти шести мероприятий то есть мы приходим на работу открываем библиотеку и нон-стопом у нас есть системное расписание в каждой библиотеке и нон-стопом у нас проходят какие-то активы и весь коллектив который работает библиотеки а сколько сейчас в среднем людей работает библиотеки которые поднимают вот весь этот центральных 10-12 человек они большие по площади они работают допоздна мы увеличили часы работы до 9 вечера это тоже как бы наш такой вот я считаю шаг вперед потому что люди до для населения потому что люди которые возвращаются домой там 7 вечера они уже не могли посетить библиотеку теперь они могут прийти дорогой живет поздно мероприятия поселки у нас работают до семи вечера и не так сильно загружены и в поселках где-то в среднем по три человека работать внутри библиотеки и вот эти люди где 3 где 10 они в общем то отвечают за все мероприятия них продумывают но что-то они в какой-то естественно так как вы все в едином таком ключе работаете но вот например фестиваль это готовили все-то как бы участники библиотечного дела или вы кого-то еще привлекали валь у нас наши сотрудницы библиотеки наталья юрьевна хохлова то есть она сама не как бы зажигалка да она она бардом сама является достаточно заслуженным то есть это в общем то ее проект то есть на его штатного до библиотекаря и и детище у нее конечно есть волонтеры добровольцы которые с удовольствием приезжают ей помогают но если говорить о сотрудниках туда она одна на себе этот проект тащит из сотрудников то есть и остальные чисто на технических каких-то моментах там поставить камеру сделать афишу там да я так понимаю что все это курируется кем кому сейчас библиотеки подотчетную скажем так комитет по культуре они получают от вас эти планы из вместе с этим комитетом вы сотрудничаете так далее входите в систему нашего культурного обеспечения всех процессов перейдешь новый год тоже наверно будут какие-то специальные проекты до нового года там и у нас у день учителя и день народа пожилого человека день отца то есть обязательно не тоже отслеживаете готовить обязательно обязательно у нас есть календарные вот эти так называемые праздники мы обязательно к ним готовим что-то большое масштабное иногда это до кого привлекать я так понимаю что есть наверно постоянные ваши посетители которые тоже как бы зажигалки в своем до деле но есть же еще людей которых иногда нужно в хорошем условии хороших хорошем смысле слова ну заставить прийти чтобы они поняли что здесь будет хорошо потом они уже сами будут с удовольствием приходить как работает у вас система вот вовлечения в те или иные проекты как вы оповещаете о своих проектах сразу несколько вопросов ну так как мы все-таки сейчас движемся в новом направлении то есть мы научили библиотекарей разговаривать в библиотеке и молчать не молчать улыбаться рассказывать о наших мероприятиях мы активно ведем социальные сети мы во всех социальных сетях присутствуем да мы научились делать контент-план мы учимся писать этот контент правильно его подавать мы развиваем наш сайт и возвращаясь к тому что мы научили библиотекарей разговаривать мы занимаемся обзвонами вот то есть предложение предложения рассылки и мэйловские чаты с нашими читателями домовые чаты потому что все библиотеки нас находится в жилых домах но что удобно прямо из дома чек спустился года по нашим вот каким-то творческим сообществом коллективом и в общем то то есть как бы тут-то главное не лениться и не бояться в общем-то рассказывать и приглашать а у вас проводятся какие-то совещания между библиотекарями а ну вот в нашем городском округе вы что-то обсуждаете какие-то селекторное совещание что ну как и везде мы обсуждаем рабочие процессы обсуждаем литучки ну в зависимости от какие задачи перед нами стоят иногда там праздник обсуждаем как мы будем готовиться вот последний день город да у нас такая достаточно масштабная площадка была вот поэтому мы недолго что площадка мы изготовили такие некие конструкции кубы это такой вот реквизит как сейчас можно вот а они у нас скажем так на несколько лет то есть они могут меняться то есть под разные форматы мероприятия и соответственно между этими кубами у нас мы натянули огромный баннер нарисовали на нем нашему карту нашего города у нас было три активности плюс еще мы нарисовали такую карту игру потому что сейчас очень модно все возвращаются к настольным играм и то есть вот у нас было три активности желающие играли вот в игру прям вот на земле знаток города она называлась вот кидали кубики ходили то есть фишками отвечали на вопрос аром крест да прям квест был вторая у нас активность было это мы у нас был флешмоб сделай город ярче то есть мы вот это вот карту мы ее раскрашивали вот там были все наши значимые объекты которые у нас есть все наши пары есть вы правильно отметились на мероприятии дорожные плюс мы еще так как в этом году библиотекам ну скажем так даже честь да оказана мы являемся кураторами проекта пушкинская карта вот сейчас на этом месте мы сделаем запятую потому что у нас небольшой перерыв напомнишь программе открытый диалог евгения ярченкова директор центральной библиотеки имени сергея есенина напомню что эта программа открытый диалог евгений яченкова у нас гостях директор центральной библиотеки имени сергея есенина о пушкинской карте вы лишь начали говорить и мы прервались то есть вы с помощью этой карты внедряя ее поможете ребятам тоже молодежи принимать участие в мероприятиях правильно понимаю да совершенно верно то есть сам проект он сделан специально именно для молодежи 14 до 22 лет чтобы молодежь имела возможность культурно развиваться посещать получается ну для них это можно сказать бесплатно и вот то есть они могли посещать разные культурные учреждения спектакли музеи все ну вот все на свете то что есть какие-то активности вот и мы сейчас хотим присоединиться уже вот в процессе и ожидаем в конце октября в начале ноября мы будем делать спектакли по школьной программе вот для тех кто ну либо ленится что-то читать интереснее же быстрее можно как прямо вот на территории библиотеки библиотеки дару будет у вас вы сказали что у вас театральная есть да у нас есть театр ветер перемен вот который с удовольствием будет делать такие вот и небольшие спектакли по пушкинской получается что он плавно библиотека или системы библиотек переходит в такой дом культуры на дому до в глобальном смысле потому что там могут быть и и фильм можно посмотреть какой-то со временем да но сейчас позволяют до техника и и спектакль можно увидеть и посмотреть и обсудить и с актерами пообщаться концерт естественно да то есть это уже выходит за рамки некого такого сугубо ввели эти библиотечного дела которому напомню тоже учат отдельно это не просто так человек с улицы приходит вот тут возникает вопрос все это хорошо замечательно вопрос сложный какое сейчас место книгам библиотеки приходят ли люди библиотеку читает ли книги закупаете ли вы льну или закупать заказываете ли вы новые книги куда уходит старый книг то есть чем конкретно сама библиотечная история живет библиотечная история никуда не делается она осталась нашей основной историей то есть у нас все-таки не культурно-досуговая все-таки мы оставляем за собой культурно-просветительскую деятельность да это сложнее кстати и мы идем в этом направлении то есть все эти истории с театрами концертами и прочим они помогают привлекать к нам людей и рассказывать им о книге и привлекать внимание к чтению то есть это некие все-таки для нас помогательное средство это не наша цель книги сейчас по федеральному проекту закупаются каждый год нам выделяется достаточно хорошую сумма да мы обязательно покупаем все новинки книга сейчас стоит достаточно дорого вот поэтому очень удобно пользоваться библиотекой в этом смысле книги люди приходят берут книги да да это работает как это работает к тому же мы подключились к электронной библиотеке литрес вот многие не знают но это интереснее такая известная история когда можно не платить за электронные да и гео свершена мячу да абсолютно бесплатно прямо подключилась и системе ядей ко всей системе то есть любую книгу вы можете взять в электронном виде прочитать и очень удобно ходить не надо через две недели она сама вернется библиотеку кстати да и ничего не останется на память на 17 странице по моему печати доставили как сейчас помню школьных учебниках печать сразу если открываете где-нибудь и нас страница печать значит кто-то когда-то забыл сдать книгу библиотеку архивный фонд но я почему меня это тоже вопрос интересует я очень большой поклонник истории архивных каких-то вещей причем истории которые вот-вот творится на наших глазах и мы когда делали фильм про и алексеевича гагарина то вот благодаря тоже в том числе и центральной библиотеки мы там покопались в архивах там очень много интересного было нашли газеты которые прямо пахнут историей так далее то есть и газеты сейчас уже у нас немножко другое приобретают но тем не менее книги остаются они тоже остаются да конечно как вы ну те книги которые старенькими становятся вы их списываете куда-то как как происходит этот процесс у нас есть книга хранилища и наша еще одна функция это именно коронечку да это хранение книг то есть все какие-то очень ценные экземпляры они хранятся они они никуда не исчезают они хранятся в библиотеке мы их очень любим мы их очень оберегаем но книги вот которые бывают но к сожалению уже уже мы понимаем что они точно не будут востребованы какие-то там может быть потрепанное что-то еще их мы конечно утилизируем то есть такая система существует тут важно понять почему этот вопрос задаю потому что электронная вещь это хорошо но как известно рукописи не горят а вот то же компьютер может внезапно выключиться книга книга есть как дети есть же дети которые любят читать то есть школьники которых заставляют ходить в библиотеку потому что они должны что-то делать насколько налажен сейчас библиотеки вот работа с молодым поколением детей приходит очень много мне кажется сейчас современные родители начали понимать что мир идет к тому что интеллект очень востребован варне где-то интеллект а книги нт и интеллект и может быть не стоит так сильно уделять внимание развитию мышц ну да вот лучше прокачиваться велел и когда извилины поэтому родители приводят детей с удовольствием детям очень нравится мы преобразовали пространство опять же под современных читателей у нас есть место где как подростки говорят можно чилить они могут взять какую-то книжку вот в этот гамак лечь вот там совершенно спокойно читать делать селфи отправлять ну ну если эта история нравится они приходят удовольствием кстати хорошая история в том смысле что если мы войдем зайдем не только в московский оккунити европейский уж какой угодно магазин книжный да которым не только книги элемент музея элемент не просто кафешки какой-то такой там дряхлый да она тоже входит в состав некого удобного пространства которое создается для посетителей если задача книжного магазина чтобы ты выпил кофе оставил деньги и потом пока кофе я не знаю готовится или ты решил пройтись посмотреть полки взял книгу вроде как посмотреть вроде как не заставляет тебя ее покупать а потом ты смотришь да мне бы хотелось эту книгу не думать и таким образом покупаешь ее и ты платишь еще к ней то есть ты выполняешь функцию покупателя ну в питере например это очень развита система и у нас здесь недалеко от городской кроуруберс есть такой город москва называется там тоже к чему я веду люди могут посидеть почитать что-то полистать какой-то уголок кто-то как-то сделано и для молодежи это очень важно потому что они любят вот эти все неожиданные необязательно им светлое пространство и можно где-то между полками поставить стульчик вот обязательно да там какое-то кресло мешок который он самостоятельно может в какой-то уголок оттащить и сидеть там читать и им очень нравится это этот формат плюс вот опять же говорю настольные игры приходят компаниями молодежь подростки начинают играть в монополию в мафию то есть ну и это такое место еще важно понимать что будем откровенно был такой период но в 90-е годы мы его не трогаем и самая любимая тема потоптаться на 90-х годах а вот именно где-то после 2010-х годов мы начинали понимать что библиотека но он не то что на хронизмом становится но как бы молодежь и вынуждены туда ходят потому что заставляет то сейчас мы понимаем что если правильно создать пространство да где вот ощущение само где они могут как-то немножечко от мира да вот от обороны и быстроты отградится да и при этом они находятся в такой атмосфере все-таки интеллектуальной вот как ни крути на газе об их все равно остается и да и собственно говоря обложки что-то где-то взял пока ждет кого-то посмотрел это все полезная история и вот в связи с этим уже мы плавно движемся к финалу нашего разговора как вы думаете какое будущее у библиотек потому что это такой немаловажный вопрос ведь их по стране много мы все равно понимаем что какое-то некое сокращение происходит но при этом библиотека остается действительно показанием некоего ума что ли такого глобального вот какое будущее как можно еще будет использовать библиотеки наверняка у вас идет разговоры с коллегами на эту тему что нам ждать от библиотечного будущего это интеллектуальные центры и центры критического мышления потому что сейчас вот в мире вот этого большого медиа вот этого потока которая не смывает все смывает все и не всегда и тем более как бы там и молодежь и люди старшего поколения могут разобраться что где фейк где не фейк где правда где неправда то есть если раньше была печатная книга и ты знал что то что там написано справили лад да и и этому можно верить вот то сейчас как бы были бы деньги а напечатать можно все что угодно и не факт что это правда вот и я думаю что да это некоторые интеллектуальные центры центра центра развития центры вот критического мышления то есть все войдет в сторону развития интеллекта и библиотеки в том числе то есть тема книг и их некого триумфального возвращения хотя они вроде бы как судя по стоимости никуда и не исчезают потому что если товар имеет спрос то вряд ли бы если он не имел спроса они бы столько не стоили и при этом мы видим что в книжном магазине людей очень мало и в том же книжном магазине тоже есть попытка создать как я говорил какую-то атмосферу тем не менее люди туда иногда не заходят еще по причине того что любят книги и хотят их купить это хочу и это хочу но когда он видит что он уже за три тысячи вышел так извините меня поэтому я знаю людей которые не заходят книжный магазин просто потому что боятся потратить деньги а вот в библиотеку можно прийти совершенно верно взять то все то же самое даже денег не надо же платить сейчас есть такие истории да в связи с некими событиями которые мы переживаем какие-то книги просто уже не издаются ну закончились авторские права а новые права возобновить не получается и поэтому они только у вас и они только у нас на то есть вы теперь даже скоро вруто охрана будет там стоять у вас специально я переживаю да потому что уже несколько случаев было когда люди прям охотились за какими-то экземплярами книг я знаю что они у меня есть и я переживаю думаю как бы вот ну да в общем режиме нашего разговора начинали мы с фестиваля который активно идет и будет еще много всевозможных событий и мероприятий мы поняли что библиотека живет что из такого промежуточного периода когда библиотека немножко просила но в поисках новых форм вы приходите к формату вот этих вот мозговых таких центров центров развития и возможностей что очень важно действительно разные мнения то тоже хорошая история евгения мы желаем вам удачи всем вашим коллегам удачи желаем сезон только начинается хотя но я имею ввиду такой глобальный когда люди начнут искать где бы и отдохнуть например или интеллектуал он интеллектуально или игрой заняться молодежи сезон пусть будет легким ну а после нового года приходите к нам опять поговорим новенького придумаете судя по всему еще еще много интересного нас ждет впереди евгения ерченкова директор центральной библиотеки имени сергей сина была гость и программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а